Плотность поглощается цветом. Посмотрите, как падает частичка. По внешнему виду они схожи. Если вы выбираете минерал, то взять аппарат длинноходный. Сейчас мы проведем опыт с магнитом и водой. Всем привет! Мы на канале Ханофи. Я Нелли Василюк, мастер и тренер по перманентному макияжу. Нелли Василюк, мастер-эксперт и тренер по перманентному макияжу в бьюти-индустрии с 2016 года. На ее счету свыше 6000 процедур по перманентному макияжу. Участник многочисленных конгрессов и конференций. Победитель чемпионатов Magic Sun в 2020 и 2021 году. Призер международного чемпионата Global Permanent. Вошла в десятку лучших мастеров в чемпионате мира InterPermanent. В 2021 году получила титул «Женщина года» от журнала Family. Прошла тренерский курс и за последние два года более 50 учеников прошли у нее базовое обучение и получили удостоверение государственного образца. Провела множество мастер-классов для действующих мастеров. Ее ученики – призеры чемпионатов. Сегодня мы с вами разберем, в чем же отличие органических и минеральных пигментов. Зачастую ко мне приходят на повышение мастера уже с большим опытом. И они даже не знают, что есть органическая линейка, а есть минеральная. Минеральные пигменты у нас состоят из крупной частицы. Они на глицериновой основе. В коже они залегают чуть хуже, чем органические. Но новичкам на них работать очень безопасно. То есть при заглублении не останется никаких синих либо серых пятен. И на примере мы сейчас рассмотрим, как же различить эти пигменты. Для опыта мы с вами возьмем номер 2, номер 3 и номер 4. Как органику, так и минерал. И посмотрим, как они будут заполнять цветом всю поверхность воды. Начнем мы опыт самых темных. В органике это номер 4. Посмотрите, насколько окрашивается вся вода. Плотность поглощается цветом. Это говорит о том, что частичка здесь очень мелкая. И она будет очень легко залегать в кожу. Работа с такими пигментами должна быть очень аккуратна, поверхностна. Штрихи только на себя. И машинка короткоход. Но это лично я рекомендую. Также мы сейчас возьмем минеральный пигмент. Частица у него более крупная, тяжелая. И он имеет глицериновую основу. В кожу ложится чуть менее хуже, чем органика. Но для новичков самое то. Посмотрите, как падает частичка. Цвет воды практически не окрашивается. Далее мы возьмем органический оттенок номер 3. Он коричневый на теплой основе. И посмотрим, как же выглядит он. Если сравнивать номер 4 и номер 3, то номер 4 у нас более темный, концентрированный цвет. В чистом виде я не рекомендую его использовать. Номер 3 у нас красивый коричневый оттенок. Также мы капаем номер 3 минеральный. Пигмент под номером 3 в минеральной линейке подходит для любого типа кожи. Его можно использовать как в чистом виде, так и для смешивания. Пигмент под номером 2 в органической линейке у нас на холодной основе. Подходит как блондинкам, так и для смешивания более теплых либо холодных оттенков. Минеральный пигмент под номером 2 у нас подходит также под все типы кожи. Так как у нас минеральная линейка более тяжелая, она проседает и всю плотность воды не окрашивается Встряхнем колбочки, чтобы увидеть истинный цвет После того, как мы встряхнули колбочки, мы можем видеть, что пигмент у нас стал более насыщенным По внешнему виду они схожи с органикой, но если мы рассмотрим более тщательно и детально То мы увидим, что органические пигменты у нас более концентрированные и более плотные А минеральные более прозрачные, теплые и легко выйдут из кожи Как мы уже увидели на примере с водой, что у нас органические пигменты с мелкой частичкой, а минеральные с крупной И работа у них разная, я хочу вам показать на примере этой губки Представьте, что это наша кожа И это у нас дерма, а это уже гиподерма И как же залегает каждый из этих пигментов Сейчас мы разберем Мы возьмем два одинаковых пигмента Только один будет органический номер 4, второй будет минеральный, также номер 4 И представьте, что это наш перманент, который попадает в нашу кожу Это органика Как она пролегает И сейчас я возьму минерал В минерале очень крупная частичка И ей тяжело вообще проникнуть внутрь нашей гиподермы Поэтому для новичков это будет очень безопасная работа Но если вы заглубитесь в кожу на органике, то может произойти вот такой эффект Это у нас органика Это минерал В таком случае я вам рекомендую, если вы новичок и хотите работать на органике, то взять короткоходный аппарат Если вы выбираете минерал, то взять аппарат длинноходный И немножечко сделать вам нажим Но буквально такой, чтобы чуть-чуть похрустывала кожа Сейчас мы промоем губку и посмотрим, как же ведут себя пигменты через время Допустим, у вас был также органический и минеральный пигмент И смотрим То есть органический пигмент даже через время у вас остается в коже И его можно удалить только лазером, либо ремувером Здесь у нас был минеральный пигмент И он у нас вышел практически, даже можно сказать, в ноль Так и будет с вашей кожей Минеральные пигменты более безопасные и щадящие в работе Сейчас я вам покажу еще один способ, как различить органику от минерала Если на тюбиках у вас нету состава и вы не знаете, что это Либо у вас нет под рукой воды, чтобы капнуть и посмотреть, как это растворяется У нас есть с вами рука На руке мы разотрем и посмотрим, как они различаются Мы начнем с органики Достаточно одной капельки И мы ее начинаем растирать Так как пигменты на спиртовой основе, он сразу же у нас подсохнет Рядышком капаем также минерал Здесь уже более жирная консистенция Он идет как крем Видите, даже начинает отслаиваться от кожи Это говорит о том, что в нем очень много глицерина Так мы различаем органику от минерала Если видно, органика уже подсохла, минерал уже у нас остается жирным Так и в работе с кожей При органических пигментах работа у вас будет сухая При минеральных всегда работа будет влажная То есть мы этого не боимся Сейчас мы проведем опыт с магнитом и водой Мы капнем минеральный пигмент в колбочку И посмотрим, насколько магнит будет цеплять частицы Для чего нам это нужно? В каждом качественном минеральном пигменте у нас есть частицы железа Вот мы и посмотрим, есть ли они в нашем пигменте Мы взяли минеральный пигмент под номером 3 И возьмем магнит Посмотрим, насколько наши частички хватаются к магниту Посмотрите, как тянется Также таким способом мы можем посмотреть, насколько у нас теплый либо холодный оттенок в пигменте Частицы металла у нас движутся за магнитиком Остаются А в воде остается красящее вещество теплого либо холодного оттенка В нашем случае у нас пигменты на теплой красной основе Также проделаем опыт на бумаге Разотрем органику и минералы Посмотрим, какая у них основа Мы начинаем с органического пигмента под номером 3 Очень насыщенный, концентрированный цвет И сразу же высыхает и становится матовый Берем минеральный пигмент под номером 3 Посмотрите, какой он густой и становится более прозрачный На выходе уйдет в ноль Здесь он еще блестит, хотя наш уже органический пигмент подсох и стал матовый На этом наши опыты подошли к концу Надеюсь, наша информация была вам полезна И хоть немножко вы разобрались В чем же отличие органических и минеральных пигментов Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки и комментарии под этим видео Всех жду, до новых встреч, пока-пока